Всем привет! Приехал опять на реку Керженец на новое место. Здесь я еще не ловил. Сейчас поставлю жерлицы. Посмотрим, что здесь попадется. В основном сегодня все жерлицы будут ставить на мели, так как здесь течение мелко. И штучки три поставлю в яме на самого большого живца. Живцы у меня, правда, сегодня все большие. Погода сегодня более-менее такая нормальная. Мороза нет, где-то минус 5 градусов. Но на улице хмуро. Пойду я расставлять жерлицы, чтобы время не терять. Сегодня буду пытаться поймать что-то покрупнее. Смотреть, каких живцов буду сегодня насаживать. Вот таких вот здоровых плотвичек. Попробую здесь ямки поставить. Самых крупных живцов. Которые помелче. Попробую на течение. Надеюсь, что-то попадется. Здесь место новое. Здесь я еще ни разу жерлицы не ставил. Да и вообще здесь не видно, что рыбаки ловят. Никогда ничего не набурено. Посмотрим, есть здесь рыба или нет. Сегодня как раз погода удачная. Морозов сильных нет. Сейчас я ехал. В машине минус 5 градусов показываю. Сейчас я расставлю. Все равно надо маленько будет снегом подсыпать. Ночью может сильнее будет мороз. Сейчас пока ходил, лунки под жерлицы бурил. Здесь несколько штук поставил. Уже две сработали. Еще только половину жерлиц поставил. Живцы все здесь большие. Но вроде как не размотаны. Даже не вижу, что мотает. Вот одна вот там чуть подальше, другая здесь. Давайте смотреть. Здесь точно ничего нет. Может быть небольшая щука атаковала. Видно, что чешую содрала хвоста. Возможно, небольшая была щучка. Сейчас проверим соседнюю. Здесь как раз яма. Хотя смотрите, сколько разметало. Протянуло ее метра полтора. Может даже два. Пойдемте в следующую и посмотрим. По-моему, вот здесь самое глубокое место. Яма. По-моему, ничего нет. Что-то дергается, но это, по-моему, живец. Да, это живец. Да, видите, какой большой здесь стоит. Может быть, это даже и живец работал. Здесь не видно, что атака была. Хотя, размотано. Немного, но размотано. Не должен, хотя живец сработать. Так как у меня флажок сильно заглот. Ладно, пойду я расставляться. У меня времени немного осталось. Вот у меня сработочка. Уезжал я сейчас на полтора часа где-то. Вот вижу, два флажка горит. За поворотом у меня тоже стоят жерлицы. Не вижу. Здесь полностью размотано. Давайте проверим. Есть что-то хорошенькое. Здесь живец у меня был крупный. Ну так. И сказал бы я, что большая. На килограмм есть. Живец, конечно, уже мертвый. Смотрите, она себе даже все выдрала. Все кишки. Светлая щучка. Видно, что на мели ходит. Ладно, уже неплохо. Сейчас надо будет следующую проверить. Там тоже я около коряжника поставил. Здесь везде мелко. Глубина, не знаю. Меньше, чем по пояс. Так вот, следующая сработка. Тоже все размотано. По-моему, сорвалась. Или я изо рта выдрал. Но чувствовалось там что-то было. Да, вот видите, изо рта выдрал. Может быть и небольшая была здесь. Но придушила она. Так же менять надо. Здесь у меня не очень большой живец. У меня тут за поворотом еще стоят жерлицы. Я не вижу. Я их расставил через большое расстояние. Так как места здесь мало поставить, где можно. Везде мелко. Пришлось расставиться на протяженном участке. Сработала еще одна жерлица. Вот только-только сработала. Видно, дергается. А у меня тут что-то зацепилось похоже. Не разматывается плетенка. Я сейчас подходил. Видно, катушка дергалась. Не могла размотаться. Давайте проверять. Скорее всего бросила. Ну да, бросила. Хорошая такая была плотвичка. Видно, я разодрал ее. Ну, вроде живая. Может быть еще возьмет. Хотя уже сомневаюсь. Я не знаю, что здесь случилось. Но почему-то не разматывается. Вот, все. Вот у нас и утро. Вчера не стал больше ловить. Оставил жерлицы на ночь. Сейчас приехал проверять. Две жерлицы сработаны прямо рядом. Одна с другой. Здесь плетенка не размотана. Возможно, она примерзла. Хотя нет. Не примерзшая. Скорее всего, будет хвостая. Потому что, если бы что-то было, размотала бы. Ох ты, завела в коряги. Чувствую, про ветки. Опа, оторвал. Ветки дергались. Видимо, перетерла плетенку. Потому что не должна она так порваться легко. Здесь, я как уже сказал, деревьев много навалено. На берегу одни деревья, и все в эту сторону повалены. Лишь бы вторая не зацепилась. Она, по-моему, тоже не до конца размотана. Давайте второй проверим. Возможно, тут налим еще попался. Тоже ничего нет. Вся рыбина пожеванная. Нужно менять. Но это точно не налим был. Щука. Потому что изрезала ее. Сработала сейчас у меня жерлица. Как раз я только мимо проходил. В этот момент сработала. Сейчас подходил я. Она даже мотала. Кстати, живец у меня здесь маленький. Это самая последняя жерлица. Я поставил. У меня остался только мелкий живец. Я здесь маленького жерлица поставил. Может, даже какая-то мелочь здесь сработала. Не хочет мотать. Наверное, сбила. Давайте проверяй. Есть. Небольшой что-то. Вот, какая маленькая. За край губы зацепилась. Такую я, конечно, выпущу. Пусть растет. У меня даже живет живой тут. Не знаю, сколько грамм 400, наверное. Ладно, пусть живет. Ну, куда ты. Все, вроде уплыва. Сейчас вот начал собирать жерлицы. Ничего не ловится. Здесь смотреть, какой щуренок попался. Маленький. Такого я, конечно, буду выпускать. Что-то совсем не берет сегодня щука. Звонил знакомым. Они тут ловят втроем на жерлице. Говорят, у них с утра ни одной сработки даже не было. И у меня практически такая же ситуация. Вот вторая щучка и то мелкая. Я думаю, это с погодой связано. Давление очень упало. На улице вот снег идет. Ладно, пусть живет такой маленький. Растет, может быть, мне еще и попадется когда-нибудь. Вот тут у меня еще одна сработочка. Это жерлица, которую я перенес уже в эту сторону. Не вижу я там. У меня две жерлицы стоят далеко. Сработки есть там или нет. Давайте проверять. Ну, здесь печенки не размозаны. Возможно, холостая будет. Хотя здесь глубина небольшая. Может быть, щука и стоит. Слышка под ней. Нет. Потва еще живая. Ну, видно, ее все разодрало. Вот следы. Щука небольшая была. Следы маленькие. Собираю сейчас последнюю жерлицу. Здесь тоже мертвый живец. Половина живца у меня мертвого. Хотя здесь щука атаковала. Видно, весь он порезанный. Вот видно. Из-за этого он, наверное, мертвый. Вот здесь я поставил в яме четыре жерлицы. Из четырех жерлиц два живца мертвых. Ну, один, ладно. Это щука брала мертвую. А второй, я не знаю, почему помер. И вот остальные жерлицы все тоже. Половина живца на тех жерлицах тоже мертвые. Не знаю, почему помирает. Может, из-за того, что через жабры был продернут. Очень долго он так плавал. Дышать тяжело было. Ладно, поеду домой. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok